Следующая наша тема это Азия, Тихоокеанский регион, отношения Китая, России и США. Также сейчас в Южную Корею прибыл президент Соединенных Штатов Джо Байден. Обо всем этом по порядку поговорим в следующие ближайшие полчаса. Начнем с небольшого информационного сюжета. Хэнь Ювэда, добро пожаловать по-корейски. Так встречали в Сеуле Джо Байдена. Американский президент отправился в первую за время каденции поездку в Азию. Сегодня жестокая и неспровоцированная путинская война в Украине еще больше демонстрирует необходимость защиты наших важнейших цепочек поставок, чтобы наша экономика и национальная безопасность не зависели от стран, которые не разделяют наши ценности. Именно поэтому наша стратегия заключается в том, чтобы укреплять наши связи и наше сотрудничество по всем направлениям. Именно так обе наши страны могут повысить нашу устойчивость в долгосрочной перспективе. Пятидневный визит в Южную Корею и Японию укрепит позицию стран на фоне все более упорного Китая. Война в Украине стала испытанием для отношений России с Поднебесной и четко обозначила несовпадение их интересов. Однако КНР, по крайней мере на словах, придерживается довольно специфического нейтралитета, пророссийского и антиамериканского одновременно, говорят эксперты. Китай изначально и в принципе еще до войны очень много говорил о том, что западные страны, Соединенные Штаты прежде всего, а также НАТО и Европа, вроде бы подливают масло в огонь конфликта. Они якобы провоцируют Россию. То есть не Россия виновата в начале войны, а это будто бы ее спровоцировали начать такую войну против Украины. Китай попался в ловушку РФ, убежден Алексей Коваль. Мнение, что нейтралитет Поднебесной в украинском вопросе, последствия якобы экономической зависимости от России, ошибочно. Ведь объем торговли Китая с западным миром в разы превышает объем торговли со стороной агрессора. У Китая нет большого интереса, чтобы, например, терять огромные доходы, огромные прибыли, огромные экономические отношения с Западом, только из-за того, что есть какая-то Россия. Она не является ключевым торговым партнером. То, что Россия не была готова продавать раньше, она уже готова продавать сейчас, потому что просто нет уже у них рынков сбыта, таких как раньше. Вот и выходит, что Россия снижает цены на экспорт, ведь кроме Китая продукцию из РФ покупать некому. В этой ситуации Пекин фактически сам решает, сколько и за что платить, а обычные россияне беднеют с каждым днем. Из-за этой привилегии Китай пока еще не определился, на чьей он стороне цивилизованного мира или страны-изгоя, экономика которой из-за санкций летит в пропасть, а люди нищают день и до дня. Валерия Никипелова специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Сейчас с нами на связь должен выйти Виталий Кулик, он директор Центра исследований проблем гражданского общества. Виталий, слышно, видно нас? Добрый день. Да, добрый день. Ну что, вы согласны с выводами, которые сейчас в сюжете были, что Китай до сих пор еще не определился, с кем же он все-таки и куда движется? Нет, он давно определился. Китай движется в собственное направление, это его выбор и его позиционирование как отдельный игрок, отдельный центр тяжести, отдельный центр привлечения, центр силы, поэтому он не на чьей стороне, он на своей стороне. Это необходимо понимать, поэтому ожидать от него никаких движений в страну Запада или в страну России не имеет смысла. Китай выходит из своих национальных интересов и, соответственно, настроит свою политику в этом отношении. В каком-то вопросе он отзывает свои инвестиции из России, сокращает участие, отказывает в субсидировании российских производственных цепочек, там, где россияне нуждаются в чипах, например, или электронике для военных целей. Там они сокращают в нем участие, но готовы рассуждать и участвовать в строительстве новых газопроводов и нефтепроводов из России, потому что это выгодно Китаю. Нет смысла говорить о том, что Китай должен выбирать. Он не будет выбирать, он будет выжидать, потому что рассматривает и Запад, и Россию как одновременно конгломератов оппонентов и конкурентов. Для Китая Россия не является союзником, это тоже необходимо понимать. Это временный попутчик для определенных целей. И когда этот попутчик будет настолько слаб, Китай, естественно, получит из этой слабости максимальную выгоду. Но пока рассматривают борьбу в Украине как именно столкновение Запада и России и сильно вмешиваться, поддерживать одну из сторон. Китай не будет. Более того, для Китая вот эта пауза или держание дистанции от конфликта, это очевидно, он так действовал и в других войнах, в других ситуациях. Не поддерживая открыто одну из сторон. Но на данный момент тактические цели России и Китая в отношении противостояния Западу, они совпадают. Именно тактические, не стратегические цели. Поэтому складывается впечатление, что Китай подыгрывает России. Он подыгрывает только там, где ему это выгодно. Там, где не выгодно, он не подыгрывает. Наоборот, я как уже сказал, показывает свою особую позицию. Поэтому, если Китаю будут угрожать, каким-то компаниям китайским угрожают западные санкции в отношении России, которые введены, Китай там не будет активничать, не будет участвовать и будет отзывать свои инвестиции. Но, скажем, когда уходят такие большие компании, как Chevron, Shell, ExxonMobil из нефтегазовых проектов в России на Сахалине, на Дальнем Востоке, Китай туда приходит. Китай покупает эти активы. Это тоже необходимо понимать. Это не поддержка России. Это просто выгода. Просто бизнес. Виталий, ну да, здесь интересы самого Китая. Очень много аналитики, на самом деле, по поводу позиции официального Пекина и какая будет дальнейшая политика Китая в отношении того, что сейчас делает Путин. Вот пишет, например, IPG Journal. Официальная Китай является нейтральной страной, выступающей за мир. Он не поддержал войну, но не осудил ее. Тем не менее, это явно пророссийский и антиамериканский нейтралитет, чем свидетельствует и то, что государственные средства информации, а также подвергающиеся цензуре китайский интернет, взяли на вооружение версию Кремля о причинах и ходе войны. Правда, в Китае есть внутренние разногласия относительно выстраивания отношений с Россией. Однако Пекин не может быть посредником в поиске решения путем переговоров. В то же время Китай, вероятно, является единственной страной, которая может оказать влияние на Путина, пишет издание. Я уточню только для точности, что это пишет доктор Уве Оптен Хёгель, вице-президент Фонда европейских прогрессивных исследований, исполнительный директор издательства DATS. До этого, в частности, он работал директором Европейского бюро фонда имени Фридриха Эйберта в Брюсселе и руководил отделом фонда «Международный диалог» в Берлине. Ну и здесь вот важный момент, что он говорит о том, что Китай, вероятно, является единственной страной, которая может оказать влияние на Путина. Тут сама позиция еще и Китая. Между кем в средине самой страны происходит разногласие в отношении, соответственно, тех действий, которые производит Путин сейчас? Да, может быть, это разные члены ЦК Компартии, например, либо это силовой блок против чего-то. То есть, вы знаете, как мы анализируем российскую политику, есть ли такие разногласия между центрами принятия решений внутри Пекина? Пекин вообще и китайская власть являются таким черной коробочкой, в котором достаточно сложно проследить какие-то противоречия, тем более интересы разных групп влияния. Но сейчас можно сказать, что есть силовики, есть армия, которая считает, что китайская армия давно не воевала, и необходимо усиливать финансирование вооруженных сил, финансирование собственного ВПК, использовать китайские вооруженные силы для участия в одном из локальных конфликтов. Об этом пишут, открыто пишут китайские эксперты. Кроме того, Китай в часть элиты, которая вмонтирована в глобальный бизнес-процессы, в глобальную экономику, не хотела бы подобного усиления силовиков и ястребов китайской политики. Вот между этими двумя группировками проходит основная линия разделения и разница в подходах. Одни толкают Китай к некому выбору, некому военному участию, то есть усиливать давление на Тайвань, увеличить военное присутствие в Бирме, активизировать военное присутствие в Африке, в Латинской Америке, в военно-техническом сотрудничестве, оказывать поддержку разным авторитарным режимам в Евразии. А экономический блок, то есть те, кто выступает за глобальную экономику, монтированность в Китае, в глобальную систему экономических отношений, те считают, что как раз не нужно усиливать военный блок, не нужно провоцировать дополнительные линии разделения с Западом, потому что китайская экономика зависима от Америки, от глобальных рынков, и создавать там проблемы, это ухудшать ситуацию самого Китая. Вот между этими двумя группировками происходит борьба. Нынешний глава Китая Сэй Цзиньпин, он находится ближе к силовикам, к ястребам, и этим определяется то, что говорил известный немецкий эксперт, это тоже так называемый пророссийский нейтралитет. Это не выбор страны России, но частичное тактическое подыгрывание. Я недавно был в Брюсселе, тоже общался с различными депутатами Европарламента, разных фракций, но не только Еврокомиссия, представители оффрек, все было, знаете, и многие приходили к выводу, который сейчас тоже поставим, этого немецкого эксперта, он его просто так комплексно описал, и этот вывод я, в частности, слышал тоже, вот как я сказал, на оффреках в Брюсселе. Давайте услышим. В течение войны наблюдавшиеся до сих пор свидетельствуют о том, что при продолжающемся безуспешном развитии событий Россия может отреагировать еще большей жестокостью и эскалацией военных действий, или даже рассмотреть возможность применения химического или тактического ядерного оружия. Китай ей в этом не попутчик, ибо не желает рисковать своей международной репутацией, которую бережно и умело формировал в течение десятилетий, и тем самым поставить под вопрос успехи в своем собственном развитии. Путину не стоит предаваться иллюзиям и рассчитывать на помощь Пекина в прорыве западных санкций или даже военном спасении. Китай до настоящего момента оставался крайне эгоистичной державой в международной политике. Виталий, ну вот такое, знаете, это мейнстримовое сейчас мнение есть, и мне кажется, что его придерживаются многие при анализе ситуации отношений между Китаем и Россией, и Китаем, и Соединенными Штатами косвенно где-то. Как вы, какое ваше мнение? Вы согласны с такой оценкой? Или, может быть, вы в оппозиции к этому? Я полностью согласен, это видно по ситуации, потому как Китай себя ведет в Центральной Азии, где есть прямые противоречия статических интересов Китая и России. Китай всячески подчеркивает, что не нуждается в союзниках, это важно, то есть на уровне государственной политики, когда говорят о статическом партнерстве, но никогда о союзнических отношениях, о неких обязательствах, в том числе в отношении системы безопасности. Китаю не нужны союзники, не нужны военно-политические блоки. Он самостоятельный, самодостаточный. Это не подчеркивают везде. В первую очередь эти месседжи, направленные против стран-соседей, но главный месседж для России. То есть Китай не будет вмешиваться в вооруженное противостояние с Западом. Китай будет выжидать и получать от этого свой гешефт, зарабатывая на этом, получая определенные доли пирога. Как в случае сохранения России как отдельного государства, так и в случае ее развала, кстати. Я помню публикацию Жимеи Джибауа начала 2000-х годов, где было откровенно написано, что Китай в случае создания ситуации развала России и децентрализационных процессов на Дальнем Востоке может предложить свой зонтик безопасности для территории, где проживают русские. Это открытые претензии, это открытые территориальные претензии на Дальний Восток и Сибирь от Китая. И они от этого не отказываются, как не отказываются от территориальных претензий к своим соседям, таких как Таджикистан, Киргизстан и так далее. Поэтому Китай не будет поддерживать Россию. Это конечно. И тем более, если в случае, если Путин собирается затягивать войну, использовать какие-то запрещенные конвенции оружия, такие как политическое ядерное оружие, Китай даже может не выступить в этом случае исключения России из Совета Безопасности. Об этом также говорят китайские дипломаты, что есть некие красные линии, до которых Пекин может быть толерантен к путинскому расшизму, но есть красная линия, далее которой Китай не пойдет, потому что заинтересован в сохранении многих статус-кво в глобальной политике, в экономике и в безопасности. Тут еще говоря об Азии, важна позиция, кроме Китая, еще и Южной Кореи. Сейчас большое внимание президент Соединенных Штатов Америки уделяет этой стране, и он туда отправился, уже по сути прибыл с первым официальным визитом в качестве главы государства. Центральными темами визита, помимо двусторонних отношений, станут ракетно-ядерная программа КНДР, экономическая безопасность и региональное сотрудничество. Вопрос по Южной Корее и взаимодействии с Соединенными Штатами Америки, какую сейчас они в геополитической плоскости отыгрывают. И я еще добавлю здесь, Виталий, что поступило вчера еще сообщение о том, что Китай объявил о проведении в Южно-Китайском море военных учений, а КНДР планирует испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Это все ровно, когда Джо Байден находится в Южной Корее. Ну, это ожидаемо было, потому что демонстрация силы со стороны Китая и Северной Кореи это синхронные механизмы. И, естественно, что таким поводом, как визит президента Соединенных Штатов в Южную Корею, они, естественно, воспользуются. Собственно, Пхеньян об этом всячески заявлял. И они, конечно, даже если не будут самого испытания, они проведут некие действия, брятся неоружием для показания своих серьезностей, своих намерений. Но для Соединенных Штатов Южная Корея важна не только как экономика, как партнер и союзник, но и как плацдарм, сдерживание интересов Китая и противостояние угрозам, которые есть от Северной Кореи. Не секрет, что когда был диалог между Трампом и Ким Чен Ыном, Соединенные Штаты пересматривали свою позицию в отношении Южной Кореи. И многим там, в Сеуле, казалось, что Соединенные Штаты предают их, как союзник, отказываются, вступая в диалог с Пхеньяном. Речь шла о том, чтобы обменять, снять ряд санкций Пхеньяна на сокращение или отказ Северной Кореи от меркотерентальных ракет, которые могут донести ядерный заряд до Сан-Франциско, например. Сейчас Байден пересмотрел эту позицию, Соединенные Штаты всячески подчеркивают свои союзнические обязательства в отношении Сеула. То, что на территории Южной Кореи размещается система ТХАД, это мощная группировка противоракетной обороны, которая противостоит не только ракетам средней дальности, ну и малой дальности, а также межконтинентальным. Это большая группировка войск, которые не будут сокращать, они будут наращивать. В районе Южной Кореи присутствует американский флот, проводятся регулярные учения совместные, в которые сейчас принимают участие и японские армии обороны. И усиливается, кстати, при помощи Средневшедневно-штата усиливается армия Японии. Поэтому визит это очень важен. Важен для подчеркивания и новому импульсу союзнических отношений между Соединенными Штатами и их союзниками в этом регионе. Подчеркнуть и дать определенные гарантии Соединенных Штатов партнерам в случае обострения вокруг Тайваня. Это тоже важно, потому что Тайвань рассматривается Южной Кореей и Японии как возможная точка вооруженного конфликта и возможное участие в этом конфликте Соединенных Штатов является важным для этих стран. Это выживание Южной Кореи и выживание Японии, а также их партнеров, таких как Австралия и других стран в этом регионе, которые не прокитайски настроены. Виталий, давайте послушаем мотив визита Джо Байдена сегодня в Южную Корею, зачем он туда прибыл, с какими целями, как он сам это описывает и потом перейдем к обсуждению. Большая часть будущего мира будет написана здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе в течение следующих нескольких десятилетий. Решения, которые мы принимаем сегодня, будут иметь далеко идущие последствия для мира. Я с нетерпением жду сегодняшнего визита, который приведет к тому, что партнерство между США и Южной Кореей перерастет в союз в сфере экономики и безопасности, основанный на нашем партнерстве в области наших передовых технологий и глобальной цепочке поставок. Накануне проходила также консультация или конференция в Вашингтоне между Ассоциацией ОСИАН и США. Там также, как я понимаю, пытались найти лидеры способы противодействия росту влияния Китая, в том числе возможного сотрудничества между Россией и Китаем, хотя вы отрицаете этот трек, скажем так, но тем не менее, не кажется ли вам, что визит Джо Байдена сегодня в Южную Корею носит превентивный характер, чтобы лидерство Китая в регионе каким-то образом корректировать? В отношении предупреждения превентивных воздействий Соединенных Штатов для недопущения более честного сотрудничества России и Китая было сделано в том же Вашингтоне во время встречи представителей Госдепа с китайским бизнесом, американским бизнесом, где было четко сказано о том, что мы следим, мониторим ситуацию участия китайских компаний в взаимодействии с русскими и в случае, если будут возникновать опасности, мы будем блокировать деятельность этой компании. Это было сказано открыто и, собственно, в это подчеркивают сейчас американские дипломаты в Сеуле, что Соединенные Штаты будут следить за возможным взаимодействием. С другой стороны, когда президент Южной Кореи говорит о союзе и взаимодействии, в первую очередь речь идет о том, чтобы Соединенные Штаты оставались главным госпонсором безопасности для региона. А речь идет, в первую очередь, о бюджетах обороны. Соединенные Штаты пытаются подтолкнуть своих партнеров в регионе, в первую очередь Южную Корею и Японию, к наращиванию бюджета обороны, запасу собственных производственных цепочек в сфере ВПК, выделение дополнительных средств для обороны, чтобы не держать лично на себе всю ответственность за хардбезопасность в Тихоокеанском регионе. И Южно-Корейское руководство, оно отдает себе отчет в том, что это важно. Нынешний президент не является открытым сторонником так называемой политики солнечного тепла в отношении Северной Кореи, политика умиротворения и диалога с Китаем, наоборот. он больше склонен к усилению вопросов безопасности взаимодействия с американскими партнерами. Кроме того, речь идет о наращивании военной группировки, то есть Корея заинтересована в том, что американцы усилили свою военную группировку в регионе, в том числе авианосцами, в том числе проведение дополнительных учений военных с использованием новых тактических групп и это расширение военного технического сотрудничества для создания новых систем оборонительных в том числе противоракетной обороны. Это крайне важно, потому что Корея каждый раз, когда идет это называемое учение в Северной Корее про использование ракет малой дальности, их долет до Сеула это вопрос нескольких десятков минут. И для Кореи это очень важно, чтобы купол над Сеулом был эффективен. Хотя не было пока обстрелов с 50-х годов, но это очень важно, потому что время от времени какая-то из болванок со стороны Северной Кореи залетает в территориальные воды Южной Кореи. И там этого боятся, хотя нервозности как таковой среди населения никогда не испытывал. Я это видел с моими глазами, когда посещал Южную Корею во время таких эскалаций. Знаете, я припоминаю, по-моему, Дональд Трамп впервые тоже, когда избрался президентом, он впервые посетил этот регион азиатский ровно через год, может быть, я ошибаюсь, после своей инаугурации. И вот сейчас приблизительно такой же срок у Байдена, когда проходит время его вступления в должность, ну, приблизительно больше, конечно, но тем не менее, то есть это не первоочередные какие-то визиты в Азию. Как вы думаете, вот то, что он выбрал именно Южную Корею для визита сегодня, это о чем-то специфическом может говорить? Он же мог же, в принципе, если говорить об этом регионе, и в Японию отправиться, либо же даже в Австралию, почему бы нет? Снова-таки, Южная Корея является главным партнером в регионе. Это страна, которая держит на себе осевую противоречие с Китаем и Северной Кореей. Поэтому эта страна очень важна для Вашингтона. И кто бы ни был президентом Соединенных Штатов, он всегда или делает визит, или проводит некие коммуникации и встречи с южнокорейским руководством для фиксирования состояния союзнических отношений на данный момент и прогноза или планирования дальнейших действий в этом отношении. Это важный аспект Тихоокеанской политики Соединенных Штатов. Так надо сказать, фундамент этой политики. Надо добавить, Виталий, что все-таки Байден будет в Японии. Просто мой вопрос был, почему в первую очередь Сеул и Южная Корея? Ну, вы, в общем, ответили, почему. Действительно, это символично так, да? Символ для всего региона. Да, еще надо отметить, что Байдену приходится расхлебывать то, что сделал Трамп в регионе, а именно разрыв отношений в рамках торговых организаций в Тихоокеанском регионе после заявления Трампа и попытки его наладить, умиротворить Ким Чен Ына и заявления о том, что Соединенные Штаты могут отозвать часть военных контингентов, которые он давал в 2018 году Трамп. И сейчас американцам приходится пересматривать свою политику взаимодействия с Южной Кореей. приходится подчеркивать готовность участвовать в соединенных отношениях, усилить направление именно департаментов госдеперта занимаются этим регионом. Напомню, что при Трампе там были очень случайные люди, которые консультировали президента Соединенных Штатов в отношении ситуации в этом регионе. Сейчас это достаточно сильная группа экспертов, привлечены в том числе и Рент-Корпорейшн, и другие такие мозговые фонды и фабрики для этой работы. И надо отдать должное, что при Байдене присутствие Соединенных Штатов и тот вакуум безопасности, который возник при Трампе, он локализован. И то, что визит происходит именно в Сеул, это также знаково, потому что Америка возвращается в этот регион и возвращается достаточно сильно. Насколько считаете символично то, что сейчас появилась информация от телеканала CNN о том, что законопроект, который был принят Сенатом о выделении 40 миллиардов долларов США в помощь Украине сейчас направляется к Байдену именно в Южную Корею, чтобы он там смог подписать. Если там подпишет, насколько символично то, что в самой Южной Корее это будет происходить? Я, Виталий, тут еще добавлю, знаете, что в каждом регионе есть свои флагманы. Вот в Азии вы назвали Южная Корея, понятно, в Африке Тунис можно таким считать в принципе после всех событий, а здесь на территории бывшего союза это, конечно же, Украина. Ну и здесь вот прям сам Бог велел провести фараллели, по-моему. Ну, естественно, потому что есть такие осевые страны, которые на себе держат и безопасность экономические и транспортные потоки. Южная Корея является сейчас лидером этого региона по факту. в силу того, что есть ограниченности японских вооруженных сил и их участие, тем более после Второй мировой войны Япония не имеет полноценной армии, своих интересов, военных баз и так далее. Именно Южная Корея на себе держит как осевую часть этого региона и является таким фортпостом по сдерживанию Китая. Поэтому да, действительно, это очень важно. И сама линия, которая проходит между Украиной, Южной Кореей и Соединенными Штатами, она тоже подчеркивает то, что если нет какого-то военно-политического блока или какие-то союзнические отношения, то южнокорейцы очень следят за ситуацией в Украине и любые изменения в войне с Россией они отзываются по лучшим интересам Южной Кореи, потому что они это накладывают на себя, экспрополируют на себя и пытаются оценить возможные риски для своего региона. То есть Россия может потом переключиться с одного фронта на другой и для Южной Кореи это очень опасно. Понимаем эти опасения. Да, Виталий, спасибо вам за анализ и за разъяснение сложностей и хитросплетений политики части той геополитической карты, которая находится в Азии и будем с вами обязательно подводить дальше итоги визита Байдена в Японию и в Южную Корею со временем надеюсь снова увидеться в эфире нашего телеканала Юэй марафона Виталий Кулик был с нами политолог был с нами на прямой связи мы движемся дальше.